вячеслав котляров присоединился к нам друзья всем слав ты нас порадуешь сегодня да но если вы котляровы смотрите то по сравнению с тем что америке не существует новая моя гипер озвучка это ого-го но я хочу во первых поприветствовать не во первых главных слушателей зрителей площадки макса беляева я часто подчеркал мне все нравится последнее время что делает макс отлично макс привет вот здравствуйте уже мы слышатели зрители площадки макса беляева приветствую вас но мои слушатели зрители уже раз 115 будут слышать это на смотрите опять это истинное положение вещей и кстати она легко проверяется одинаковые архитектуры которая сохранилась по всему миру русич бьет по микрофону я не могу сосредоточиться надо отключать микрофон и когда не говорите ребят спасибо вы же знаете что если в современной италии это у италии ну ладно оговорки по фрейду в европе я хотел сказать ну пускай будет стали в европе италии ватикан вы видели какая там архитектура вот напишите ватикан постройки кстати я с санкт-петербургом недавно сравнивал ватикан отдельная тема вот так же сохранилась в части северной америки то город чикаго если вы посмотрите не только чикаго какая там архитектура но и все знают что в южной америки бонус айрес архитектура точно такая же как там в европе так вот когда-то я датировки не буду называть потому что мне действительно их не точно не известно и в истории с датами это целая проблема смотрите когда-то это был огромный гигантский город естественно эта схема как один мне в чате написал а почему дома такие большие да потому что это схема вот был это огромный город и кстати те кто ломает голову над потопами откуда они взялись вот вам я сейчас и дам ответ и луна даст ответ значит первый квартал назовем условно дария назывался его затопили и тогда наши предки по уральскому хребту перебрались в рассенью потом она но она называлась россия потом на юночины р отломили на начали называть это разе до асия асия потом азия вот то не дарья смотрите все в схемах показано появляется северно ледовитый океан после того как затопили дарию начинают топить лемурию образовывается индийский океан позже топят пацифида кто знает значение слова пацифида поймет почему тихий океан пацифик это мирный без войны пацифида то есть не воинственный спокойный образовывается тихий океан и сравнительно недавно одну наверно лет 300 назад топят атлантиду вот естественно вы понимаете когда вот такие гигантские пласты идут под воду а когда они идут под воду что у нас получается у нас получается куча воды поднимается на поверхность и начинается перекатываться по всему континенту все затонули атлантиду потом уже вход идут бульдозеры и экскалаторы здесь камня на камне не оставили то есть часть конечно архитектуры сохранилась но вот где мы живем допустим ну назовем условно азия да россия здесь буквально там ковшами снимали пласты земли то есть вычищали все вот еще одна схема кстати раньше на антарктическом круге или кругу до был забор вот у меня сейчас предположение что австралийские вот эти заборы они скорее всего больше для того предположительно чтобы мы ну человек пойдет и увидит такую гигантскую стену из и спросит а шо це таке но возможно всю стену они не уничтожили поэтому вот это пока уничтожает оградили с ними проволоками вот ну кто смотрел мой ролик про австралийские заборы знают они там на 3 на 5 тысяч километров длятся вот схема уже без заборов так сейчас секунды все-таки делать сенсации каждый день это уго в нашем мире значит смотрите здесь схематически показано вот средиземное море желтое море легендарная аляска то что такое аляска это часть гипербореи будущем сейчас будем создавать схемы как гиперборея сейчас выглядит значит предположительно некоторые кварталы этого города уцелели я имею ввиду как квартал гигантский агарта и асгард и часть на на южной америки почему это мое предположение потому что титаник когда выплывал из средиземного моря в европу и плыл на запад он очень богатых и сильных мира всего то есть эвакуировал в уцелевшие районы а здесь мы подходим к самому интересному моменту почему мы в оккупации дело в том что когда происходили эти потопы то есть псевдо дружественная рука нам протянула руку помощи то есть прибыли пираты причем они прибыли не на деревянных суденышках она серьезных техногенных назовем условно летающих тарелках и предложили если хотите то есть смотрите он вы тонете в частности атлантида если тонете троните в смысле погибайте да если хотите умереть умирайте но мы вам можем предложить жизнь в обмен на рабство если вы переходите сейчас на наше судно не только вы становитесь рабами но и дети до седьмого поколения будут находиться в рабстве поэтому то что сейчас вот этот оккупантский режим это он еще называется пиратское право либо морское право либо римское право вот это оно и есть великолепный художник александр кащенко саша спасибо тебе большое нарисовал по моей просьбе большое количество большое количество схем для тех кто не в курсе и значит где-то тут схемы место где мы живем хорошо прорисовано видите то есть остатки гигантского города то есть их подчищали где города закапывали песком как в африке большое количество городов под песком закопанные города глиной там вообще несколько функций то что помните я рассказывал что глиной одна из функций еще скрыть необычные тротуарные дороги то есть оригинальные мостовые древних городов ну как вот в метрополитене чистый мрамор то есть если ну я не знаю на какую глубину надо опуститься чтобы дойти это там буквально города вылизывали там ездили специальные машины до блеска доводили улицы города вот представьте город а он же как если вы представляете вот как фэнтези показывает это ну его можно назвать конечно атлантида но я пока его буду называть город титанов хотя это в принципе есть это относительно легендарная атлантида ну там глобальном смысле что пошла ко дну вот еще раз для тех кто не в курсе северная америка точнее соединенные штаты находятся у здесь на юго-восточном побережье китая этой схемы скажем у нас нет на картах почему спрячут оригинальные карты вы вот тоже интересный момент то что очертания материков более ровные более ровные нежели чем закругленные то есть если бы нам дали бы зафоткать как обстоит дело мы бы ужаснулись что материк он имеет более параллельные линии чем чем то что нам официальная карта рисует вначале вкинули модель плоской земли вот этот кусочек нам это отобразили но по мере роста технологий понимали что местные люди не согласятся с маленьким блинчиком летающим в космос поэтому им пришлось вкидывать модели это шара кстати еще сейчас покажу мы там немножко дальше пошли но вот саша схематически нарисовал это место где мы живем это оригинальная карта если кто не знает это есть и просто если вы зададитесь задачей вы можете найти колоссальное количество глобусов как там той песни ех екатерина ты была не права но это как бы больше развлекуха там и немножко дальше пошли сейчас еще с какие схемы значит антарктический круг то не в курсе это не плод фантазии моей это вот карта 1537 года видите мы взяли оригинальный антарктический круг который существует и поныне вот завершение а в завершении хочу показать место где мы живем давайте вот эту схему возьму то еще по факту мы имеем по факту мы имеем приблизительно вот такую схему африка индия китай сша аргентина бразилия в центре гиперборея по кругу австралии а также континента агарта и асгард но кто-то скажет ты называл либерию а теперь агарта смотрите наши предки эти континенты по-другому называли то есть русичи они называли один континент живгард земля было самое мало и укрылась там племя красного цвета другой континент они называли инград земля а третий континент мир град земля то есть название континентов это сугубо от того кто там прибывает вот возьмем пример современный китай для каждого из страны он звучит по-разному для нас китай для америки чина а для них вообще для китайцев чайна да то есть одно и то же место звучит по-разному поэтому не цепляйтесь что перед чудным образом превратилась в агарту просто благодаря этой схеме вы понимаете почему именно агарта любом случае огромное спасибо двум площадкам за внимание а также участникам в скайпе передай слово понял так да окей благодарю за информацию кому интересно можете перейти на котлеру fm и там более подробно эту информацию вячеслав расскажет вот андрей григорьевич написано ивана зеленая это андрей григорьевич у андрей григорьевич здорово запись голоса идет вот видите уважаемые слушатели зрителей случайным образом узнал имя вот подтверди андрей григорьевич у андрей григорьевич про андрей григорьевич но вот видите он подтверждает что он андрей григорьевич пожалуйста может он алексей смирнов не мотает андрей григорьевич ну андрей григорьевич да андрей андрей григорьевич вот видишь никакой он не алексей смирнов признал признал ой молодец ой молодец как ой ко мне идешь да то тут прям какой-то ведь славка даров подошел к андрею григорьевич он прям прям узнал вот попробуйте когда-нибудь в жизни сдвинуть игуану зеленую своим угадыванием ее настоящего имени обалдеть и не путаем не им племма зеленая а игуана зеленая андрей григорьевич правильная андрей григорьевич и идем тоже весь сотовый и бородой и и и и Продолжение следует...